Стандартный бордюрный камень. Вес 90 кг. А почему он здесь? Да потому что вот! Девольт обновил свой самый популярный аккумуляторный перфоратор, якобы увеличил силу удара, ресурс, добавил антивибрацию и, конечно, увеличил цену аж на 40%. Модель называется DCH-263. И именно на том самом бордюрном камне мы и проверим эффективность нового перфоратора по сравнению с обычным. Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачёв и сегодняшний ролик будет посвящён разнице двух аккумуляторных перфораторов, одном более дорогом, другом более дешёвым, DCH-263 и DCH-133 от Деволт. Но давайте обо всём по порядку. Рассматривать буду коробочную версию. Внутри, помимо тушки самого перфа, мы найдём гарантию на 3 года при покупке у официального дилера, стандартный для Девольта ограничитель глубины, новую антивибрационную ручку с вывешенной центральной частью для поглощения вибраций. Сам перф изменился мало. Дизайн стал чуть агрессивнее. Появилась антивибрационная вставка и пластик, имитирующий металл. При прямом сравнении с 133 моделью отличий действительно немного. Небольшая разница в длине перфа, которая исключает использование стандартного чемодана Тистак, имейте в виду это. Другой патрон, который подтверждает заявленный больше ресурс стволовой части, так как и является следствием этой самой другой, более массивной конструкции ствола. Ну и как по мне, основное отличие это вот этот антивибрационный узел. А теперь насчет увеличенной силы удара в новой модели. Тут есть один нюанс. Удар-то сильнее, но количество ударов меньше. Именно поэтому лично я и сомневаюсь в какой-то ощутимой разнице в производительности. Также в новой модели имеется подсветка, расположенная не в идеальном месте, и разъем под автономный пылесос, который пока не доступен в нашем регионе. Новый перф не только немного длиннее, но и тяжелее обычного. Базовый вес 133 модели 2,3 кг, тогда как новая 263 модель весит уже 2,68, что ощущается при работе и точно не является преимуществом. Оба перфа имеют одинаковое уплотнение в месте крепления аккумулятора и демпер контактной группы. Вы спрашивали, у всех ли перфов этой модели болтается переключатель реверса? Отвечаем, у всех. Ручка у 263 модели также сделана в общем подороже и виброгасящей. Давайте наконец приступим к простому тесту. Сверлить будем тот самый бордюрный камень. Десятым буром и не обычным, а лучшим от Деволта. С цельной твердосплавной головкой с четырьмя режущими кромками. Давить пытаюсь одинаково. И сразу скажу, особой разницы в вибрации я не почувствовал. Так же, как и в производительности перфораторов. Ну этот быстрее был. Частота ударов. Еще раз. Результат неожиданный. Старый перф с меньшей силой удара показал себя быстрее нового. Проверим еще раз. И снова то же самое. Ну этот быстрее. Дай гагаг. Меняем руки. Поменяем руки. И удостоверимся. Да, по ощущениям перфораторы работают с абсолютно одинаковой эффективностью. Антивибрация также практически не ощущается. Ну теперь этот чутка быстрее. Итак, в качестве вывода. Новый перф получился длиннее предыдущего и не влазит в стандартный чемодан. Он ощутимо тяжелее. Антивибрация если и заметна, то я думаю при долгой работе. В остальном остается надеяться, что разница в цене в 40% обоснована большим ресурсом. Чтобы это проверить, мы сделаем неполную разборку обоих перфораторов. Конструктивно перфораторы очень схожи. Однако разница все же есть. Например, клетчатка хоть и похожа, но коды разные. Вал и подшипник те же. По документации роторы одинаковые, а вот статоры разные. По редуктору и бойку они тоже разные, хоть и похожи. В 263-м перфораторе используются комплектующие с большим ресурсом, с большим диаметром бойка, например. По электронике разница также есть. В целом 263-й перфоратор это эквивалент продвинутого сетевого перфоратора на 900 Вт, модель D25143. А предыдущий перфоратора D25133. Что радует, так как большинство изнашивающихся запчастей подходит от сетевых аналогов, что упрощает обслуживание этих перфораторов. По итогу, если перфоратор ваш основной инструмент и вы работаете им очень много, берите 263-й. Его ресурс теоретически больше, да и антивибрация уже будет иметь смысл. Если нет, не переплачивайте. DCH133 отлично справляется с большинством сценариев работы с пистолетным перфоратором и стоит аж на 40% дешевле. Так, у нас тут есть неразыгранный брендированный Devolta внешний диск на Teric. Мы разыграем его среди комментаторов под этим видео. Удачи и всего вам доброго, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok